Сибирск Ну чё ты сидишь, ты ж мод или чё, подарок купи себе и другим, или я вас найду. Всем привет, простите за видео. Конкуренция на рынке труда растёт, люди рвут друг на друге одежду за место обычного менеджера, подсыпают друг другу цианид в кофе в очереди к собеседованию на дизайнера. Ну и в целом, не очень хорошо себя ведут, короче. Это всё чистейшая правда, не надо нигде проверять правдивость моих слов. Но есть те, кто всегда будут вне конкуренции, вне среднерыночных зарплат, и, конечно же, вне адекватности. Но, как всем простым людям, им приходится публиковать резюме с желаемой должностью, потому что в ином случае, кто не узнает, что такая должность существует, я сделаю свой вклад, добродушно и бескорыстно рассказав о них миру. Сейчас только дайте схожу, отращу волосы, и мы продолжим. В городе Первоуральск, Свердловской области, есть одна супер востребованная профессия. Трезвый водитель. Видимо, там с ними дефицит, раз за неё просят 500 тысяч рублей. Это при условии, что стаж более 4-х лет. То есть он всего 4 года как трезвый водитель. Это ж сколько трезвый водитель в Первоуральске будет просить за 10 лет стажа? Но всё-таки я больше люблю позитивчик, за 200 тысяч рублей как бы. Мастер-фо-мастер. Интим не предлагать. Могу не отказаться. Рассмотрю варианты с оплатой, питанием, проживанием, увеселением и так далее. Обещания и завтраки не предлагать. Просьбы моими предложениями пишите, я тут как тут. Могу продать ламинат по дешёвке, ведро кованых гнутых гвоздей и каменную мышеловку. Но здесь дофига предусмотрено, конечно. И рыбку съесть, и работу найти, и познакомиться с кем-то, но интим не предлагать. И продать хлам ненужный. Ещё 200 тысяч рублей заработать. Я через мэй не могу понять, шутка ли это, бред сумасшедшего, или... Сфера топ-менеджмента достигла своего пика. Генеральный директор генеральной дирекции. 700 тысяч рублей. Готовность к командировкам. Иногда генеральный директор генеральной дирекции сам решает, когда. Сфера деятельности выше менеджмент. Где, ну выше только, ну... А кто выше-то может быть? График работы. Удалённая работа. Не пристало такому человеку в офисах сидеть. То ли дело на вилле, где-то на своём островке. Только вы дайте денег на него, пожалуйста, я куплю. Слушайте, он такие деньги что-то должен предложить взамен. Организационные навыки, внимание, к деталям спокойствия и дыр... Не, ну нормально, я считаю, достаточно. Интересно, какой опыт у такого специалиста. Экосистема автопродам, автопродам.ком. Тинькофф, генеральный директор экосистемы автопродам, автопродам.ком. Создание экосистемы автопродам, автопродам.ком. Которая сейчас оценивается в 2 миллиона долларов США. Автопродам.ком? Я наслышан об этом проекте. Ещё бы я не был наслышан, я за несколько строчек прочитал его 6 раз. Честно говоря, я считаю, недооценён, конечно, проект. 2 миллиона долларов за такой прекрасный сайт с картинками. Это мало, но вы сами посмотрите. Девчонки на фоне граффити. Футбольчик. Блестящий, гламурный мьюзик. Лорак. Лоракс. Раздел диска. Раздел Be Sexy. Be Sexy. Рейтинг sexual and lovable. Ну и, конечно же, раздел Автопепер. Острые шутки, искромётный юмор, остроумный юмор, Автопепер. Прочитаем парочку. Миша, где наша черепашка? Да он с пацанами во дворе орехи колет. Пожалуй, остановимся на одной. Управляющая сети казино. 500 тысяч рублей. А хочу управлять сетью казино. Давай сюда. Есть большой опыт работы в различных сферах бизнеса, в том числе в казино и игровых клубах Г. Липецкой и Г. Москвы. Очень интересен игровой бизнес. Готовый на переезд в игровую зону. Ну, как бы человек признаётся, что совершал лёгкие преступления, работая в казино Москвы и Липецка, где нельзя играть в казино, запрещено там. У нас всего три точки, где важно в казино играть. Но, с другой стороны, юрист с образованием международного права экономики лучше знать. Следующее резюме творческое. Ведущая ТВ арт-директор. 500 тысяч рублей. Высший менеджмент, спянный график, стаж работы 15 лет. Что же нам предложат? Молодая первая во время везде. Ласковая с детьми на детских передачах только ТВ. Для картины странных обложек журналов пока не позирую хобби кулинария. Не курю по-левому кальяна и кафе, не представляю идеи. Сериалы, комедии, ТВ. Слушайте, интересное предложение на самом деле. Сумасшедшая ведущая на ТВ. Вот это будет шоу. Найти работают только полбеды. Другие полбеды эти деньги получить. А третьи полбеды. Это деньги тратить. Но насчет третьей полбеды есть вариант. Можно тратить деньги и получать за это деньги. Сами вы сумасшедшие. Я своими глазами видел, когда карту Тинькофф Блэк оформил. Дизайн не забудьте выбрать покрасивший, чтобы с вами каждый продавец фоткался на память. Он лимитированный весь такой из космоса. Ах да, вам ведь не до искусства. Наверняка интереснее узнать, как тратить деньги за деньги. Но это включено в карту. Для начала про кэши и бэки. До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. До 15% на три выбранные категории трат. 1% со всех покупок по карте. До 7% годовых на остаток. Кэшбэк это не какие-то там бонусы. Вы буквально получаете ваш кэшбэк. Ну рублями. Снять можете его на рублями в любом банкомате. Буквально в любом банкомате мира. Ну или бесплатно перевезти в любой банк с карты на карту. Помимо всего, карта даст 20% кэшбэка на игры, 15% на Delivery Club и Яндекс.Еду. И 10% на приложение WebStore и Google Play. В описании вас ждет свежая горячая ссылка. Кликайте быстрее. Отличный человек действительно серьезный. У него огромное количество заслуг и регалий. Регалий. И зарплату просят достойную. И должность серьезная. Директор по национальным проектам. Стаж работы 17 лет. Образование ВСШ. С опытом в ценообразовании. Формирование ассортимента. Проекты от телемедицины на 100 миллиардов до 500 миллиардов. До нацпроектов до 1000 штук изобретателей. Привлечение нацпроектов в робототехнике управления инновациями. Вовсе не теоретически, а совершенно практический вопрос. Огромная куча текста, которую я не буду читать. Заслуг действительно много. И опыт работы тоже великолепный. Семь лет и девять месяцев. Торговый дом. Директор департамента садокупок. Покупка и продажа изобретений стартапов. Освоение денег в месяц от 100 миллионов долларов до 5 миллиардов долларов. Даже есть пункты на английском. There are cool inventions and startups are a lot expensive from 100 million selling and inventions under the order from 50 million. All inventors for use in everyday life and none is the future of analogs in the world. 20% cash back. Стоимость инвестор-контракта за привлечение не проект. Ты вот читаешь и думаешь, что человек действительно серьезный. А потом, понимаешь, а почему на авито это выкладывает? У него что, за все 17 лет стажа не нашлось контактов во внешнем мире и связей, по которым он мог там найти себе? Так вот, потом ты читаешь следующее. Опыт создания и выведения на рынок успешных продуктов. Строительство радио-ультразвукового телескопа с диаметром 600 метров для приема сигнала из космоса с возможностью чтения сообщений в новом формате с голографическим распознаванием сообщения 3D-визуализации из далекого космоса и других галактик. Путешествие в космосе, поиск артефактов и антландиды, находящегося на планете Земля телепорта, есть координаты и письмо, а также был участником проекта на ТНТ «Битвы экстрасенсов» в этом году. Мало денег попросил. Знаете, иногда надо снимать розовые очки, или в данном случае оранжевые. Менеджер, 500 тысяч рублей. Стараюсь жить по совести, алкоголь и табак, и наркотики не употребляю. Но заключение сделано на основе собственного опыта, так как не имеют ни одного положительного качества. Иду относительно здоровый образ жизни, ни одну из признанных религий не поддерживаю, так как они уводят от истины. Видимо, человек-приверженец критического мышления. Придерживаюсь ведической культуры миропонимания. Так вам, как просто менеджеру, работу за 500 тысяч никто не предложит. Надо исправить заголовок и написать «Ведический менеджер». Имею развитые коммуникативные навыки, могу общаться на любом уровне. Рассмотрю варианты с окладом от 300 тысяч рублей. Но раз от 300 тысяч рублей... Ух, дядя. Наверное, опыт работы сам за себя говорит. 11 лет, ИП-предприниматель. Прямые продажи тех или иных услуг. Какой-то интриган. Следующее резюме, оно как фильм «Начало». Человек хочет должность руководителя и ищет в резюме другого человека, чтобы тот нанялся под него, чтобы он им руководил. Руководитель, сторож, водитель БАИЦ, охрана. Нужен. Военный пенсионер. Без официального трудоустройства по договору. Нужен помощник забрать долг. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Следующий человек слишком разносторонний. Он даже в одно резюме не уместил всего себя, поэтому сделал их две. Первый – это президент компании, корпорации и прочее за 333 тысячи рублей. И как у любого президента, здесь самое важное – это хорошие обещания. Готов быть вашим честным президентом. На меня можно полностью положиться. На человеку надо платить столько, сколько он действительно достоин. Поэтому я выбрал следующее резюме. Генератор идей – визионер. За 400 тысяч рублей. Сила настоящего творческого человека в лаконичности. Генерируя идеи. Человек с богатым творческим воображением. Визионер. У меня есть к нему отличное предложение. Добрый день. Добрый. В каких сферах вы можете применять ваше видение? Если очень постараться, то в любой. Прекрасно. Наша ниша – производство препаратов для улучшения работы ЖКТ. Мы хотим снимать мини-фильмы развлекательного формата, чтобы привлечь новую аудиторию в ТикТоке и Ютюбе. Нужны креативные идеи, смелый подход и уникальное видение. Актерам я тоже могу попробовать. Давно хочу, тем более был небольшой опыт. Вы уже генерируете отличные идеи, потому что ваш типаж идеально подходит под целевую категорию продукта. Мужчина и женщина, 40-60 лет, страдающие расстройствами пищеварения. Основные препараты в нашей линейке призваны помогать в случаях с ослабленной микрофлорой и жидким стулом. Когда приступаем к сотрудничеству? Блин, я так переживал, что он не заинтересуется. Но, блин, 400 тысяч – с ними тоже есть проблема. Сразу бы хотел обсудить деталь с оплатой. Увы, максимум, что мы можем предложить сейчас – 300 тысяч рублей. Но мы можем обсудить компромисс. Например, в случае эффективной работы мы можем поднимать ЗП каждые два месяца в течение года, пока не выйдем на указанную вами в резюме оплату в 400 тысяч рублей. Плюсом для вас будет то, что зарплата белая, потрудовой, и 300 тысяч – это уже с вычетом налогов. Принимаю разницу между в резюме указанной суммой, предлагаемой нами, довольно большая. Поэтому пойму, если вы не заинтересуетесь. Набрали воздуха. И готовимся к отказу. Меня устраивает ваше предложение, и я готов к дальнейшему с вами диалогу. А далее их сотрудничество. Прекрасно. Сначала я задам вам вопрос и проведу некоторые тесты. А далее вы можете спросить меня все что угодно касаемо должности. Договорились? Ок. Хорошо, представим следующий проект. Серия видео для ТикТока. Препарат от жидкого стула. Каждый ролик по 15 секунд нужна общая связывающая их концепция. При этом должен быть кинематографичный стиль драматичной ситуации. Какие идеи у вас возникают? Долго не хочу думать. Потому что время мастера ценится высоко. Драма – комедийная ситуация. У персонажа привязан стул к задней части тела. Это сильно его напрягает и скручивает. А далее? Все просто. Герой данного ролика употребляет сей чудесный препарат, и, о чудо, стул отпадает, и осанка выравнивается. Герой счастливо улыбается и продолжает свой путь, свободный от тяжелого стула. Как-то так. Сядут все. Блин. Ну, типа... Вы поняли, да? Жидкий стул – это, типа, стул, который, типа... Ну, типа... Ну, типа, стул, короче. Гениально. Слушайте, а звучит интересно даже при условии, что придумано на ходу. И последнее. Наша компания хочет построить в медийной сфере определенный комедийный образ. Какой это может быть образ, и как к нему прийти? Я думал, что можно образ не строить. А вообще, я думаю, что еще хорошо бы подошла короткометражная анимация. И еще аппетит приходит во время еды. Это я к тому, что, улишившись мне в ваш проект, можно идеи генерировать разные. Терпение мастера заканчивается, он уже хочет деньги вперед. Что значит не строить образы? Пишите подробнее. Так как каждая современная компания имеет лицо в интернете. От банков до операторов в сотовой связи. Они чередуют эти образы, чтобы они не приедались. А потом возвращают их на круг. Ну, типа, это все цикл. Кажется, я понял мастера. То есть, вы предлагаете некий нонконформистский вариант. Не идти по протоптанной дороге, а выделиться тем, что... Мы компания, которая не строит из себя нечто, чем мы не являемся. Мы просто лечим людей. Я правильно понял? Пока я ничего не предлагаю. Я просто излагаю свои мысли. Олег, ощущение, будто ваш энтузиазм не так уж силен в отношении нашей компании. Может быть, вам не интересна работа с нашим продуктом? Лучше сообщить сразу, чтобы мы не тратили время друг к другу. Я сейчас с вами даже и не работаю. Откуда у меня может быть энтузиазм? Ну, лучше энтузиазм, это мотивация и кэш и еще пару вещей. Очень странно слышать такие вещи от творческого визионера, человека, который работает за идею и печеньки в офисе. Все понятно? Позер. Еще один мечтатель, простой человек. Еще продюсеров или инвесторов для музыкальной карты. Еще продюсеров или спонсоров для музыкальной карьеры. Это как инвестиции. Можем взлететь, можем прогореть. Блин, ну вложи ты в меня 500 тысяч рублей, а там, ну че, ну, как получится, ссышь, да, рисковать, прогореть, ссышь, вложи. Сейчас люди наконец-то начали замечать проблему токсичного воркспейса. И такую должность обязательно нужен. Консультант безопасности здравого смысла. Сумма серьезная, надеюсь, и предложение звучит серьезно. Прирожденные навыки. Гилософия культа социальной утопии. А? Автор проекта Инэроформинг. Технологии гармонии или реальная эволюция. Бездогм, псевдонаук. Системные навыки. Умолчание. Знаете, когда человек пишет что-то типа умными, сложными словами, будто он в чем-то разбирается, я привык такому доверять, поэтому я ему написал. Добрый день, расскажите подробнее. Здравствуйте. Вы работаете по проекту или готовы на постоянную должность? Это довольно длинный текст, чтобы уложить его в два слова. Я готов выслушать ваше предложение. Информацию я себе могу дать по телефону. Созвон мы проводим только в случае, когда соискатель утвержден. Сначала мы ведем диалог в формате деловой переписки, чтобы передать его дальше в отдел кадров для оценки. Надеюсь, вы не против, что наш чат будет фиксироваться? Хорошо, давайте знакомиться. Какого рода ваша вакансия вас или вашу компанию не видна, к сожалению. Мы занимаемся разработкой новых идей для дизайна и рекламы. Объемы работы слишком высокие, сотрудники выгорают, и мы открыли должность с целью найти способ урегулировать ситуацию. Консультант безопасности здравого смысла звучит как подходящий вариант. Ну, звучит как настоящий, потому что, ну, фиг знает, что это такое. Но хотелось бы узнать подробнее, что входит в вашу компетенцию. Я думаю, всем нам было бы интересно, да? Слышали про инерактивную рекламу? Идей очень много, могу поделиться вредими рабочих отношений. Не хочется вдавать свои секреты раньше времени. Понимаю. Но я тоже буду настойчив. Как вы можете обеспечить безопасность здравого смысла наших сотрудников? Потому что это важно для создания эффективной рекламы. Это просто разработка основы концепции с учетом вашего направления и профиля. Объясни суть безопасности вашим сотрудникам. Но не хочется нормально объяснять. Ладно, перейдем к другому пункту резюме. Также интересен ваш подход к философии культа социальной утопии. Как вы ее интерпретируете? Любопытно, что вы спрашиваете об этом. Мало кого интересует такое. Зачем вам это в рекламе? Походу, я близок к раскрытию. Информация и мой подход к любому роду культа один. И он глубоко противоречит системе. В связи с этим я должен понимать вашу направленность в основе организации и вашей компании. Я его еще вначале перестал понимать, поэтому... Ну, просто буду вести себя как он. Мы пытаемся привить сотрудникам особый жизненный взгляд, чтобы их видение не оттягощалось ненужным социальным грузом. Я понял. У вас это решаемо. О, пронесло. Какие ментальные инструменты вы используете в работе? Сейчас мне нужно отлучиться, так что ответить смогу вам примерно через два часа. Прошу прощения за неудобства. Инструмент один. Формирование образ на всеобщее обозрение с подтекстом, то есть живое общение, буквально консолидация. Гений покинул нас, но не оставил без пищи для размышлений. Следующее режиме очень интересно. Возьму в долг 500 тысяч рублей. Сначала я подумал, что кто-то хочет устроиться в банк на постоянную должность заемщика кредитов. Чтобы мы за нее платили 500 тысяч рублей. Но оказалось все чуть-чуть по-другому. Возьму деньги в долг на ваших условиях. Работаю официально. Есть подработка. Ежемесячный долг 52 тысячи рублей срочно. Попал в непростую ситуацию, большая финансовая нагрузка, сроки поджимают. Некоторые режимы, они просто воодушевляющие. Простые. Любая должность за 500 тысяч рублей. А что человек пишет на себе? За справедливость. Напишу, предложу. Добрый день. Здравствуйте. Хотел предложить вам должность, но сперва есть ряд вопросов. Все при личной встрече. Поймите правильно, через нас проходит очень много людей. Поэтому перед приглашением на личное собеседование, ответить на вопросы нужно обязательно, чтобы мы не тратили время друг друга. Ну нет, так нет. До свидания. Блин, ну он очень воодушевляющий человек. Ну, я хочу ему заплатить много денег. Надо быть понастойчивее. Артем, мы действительно заинтересованы в вашем резюме, но 500 тысяч рублей вряд ли получится осилить. Вы бы могли согласиться начать с 300 тысяч, а каждые 3 месяца успешной работы, мы бы могли повышать их на 50 тысяч. И так пока не дойдем до 500. Да, понимаю, предложение смехотворное, но после переезда я правда больше не смогу осилить. Надо его уговорить. Не хотел вас оскорбить. Так все же, можем обсудить некий компромисс. Мое нет, значит нет. Вы слишком навязчивы. Прощайте. Нет, ну... Ну, он наглый. Хорошо, я могу быть менее навязчивым, если вы будете готовы на диалог. Все разговоры при встрече. Последний раз повторяю. Повторять и не нужно всего лишь согласиться на сотрудничество. Мы готовы предложить любые условия. Абсолютно не деловой подход у Артема. Как можно игнорировать просто? Надо же, какой важный. В любом случае, мы нашли кандидата получше, поэтому не стоит отвечать. Правда сказать, никого лучше Артема я так и не нашел. Пошел. Ну, типа, читал я как-то резюме разных программистов. Ну, было такое. Что-то там я постоянно... MySQL, что-то C там, плюс Java, вот это вот Python. Вот. А этот человек подошел нестандартно. Программист-путеводитель. Люблю общаться с людьми. Обычно рассказываю всякие веселые истории, типа, как-то я попросил друга поддержать мое пиво. Люблю кино и музыку. Не слушаю рэп, не смотрю драмы. Театр люблю. Не очень люблю балет. Очень не люблю балет. И оперу не люблю. Пишите, пообщаемся. Может, он перепутал раздел резюме со знакомствами? Не. В программист-путеводитель же написано. Ну, и зарплата 500 тысяч рублей указана. Не может быть, не. Вот говорят, ломать не строить. Тогда почему за ломать так много денег просят, а? 550 тысяч рублей. Мей бригада демонтажа, есть рабочие, звоните, договори. Не, ну, немного нагло на самом деле. Почему я должен договаривать, если вы ищете работу? Я бригадир. Надо разобраться. Добрый день. Что нужно договорить? Привет. Хорошо, погорим. Отлично. Какая температура? Работники, ну же. Горение. Я не понял. Почему? Вы работаете за сколько денег? Самое малое. Самые маленькие деньги какие? 2 500. Не, ну я понимаю, когда там магазины электроники типа пишут. Вау, скидка 50 процентов. И ценник пишут такой, какой он всегда на самом деле. А здесь как-то переборщили. 550 тысяч рублей и 2 500, это странно. Поэтому я так и подумал, что он напечатался. Хорошо, 250 тысяч рублей это в неделю или в месяц. Потому что 500 тысяч рублей мы не сможем заплатить. Максимум 300 тысяч. Я могу забрать работу, смотря какое здание. Я тебе звонил, номер дайте. Да баню надо сломать. Мы еще не закончили говорить тут. За сколько баню сломаете? Она маленькая, 4 на 3 метра. Из дерева. Вы сколько предлагаешь? Китрец какой, я учу его деньги побольше. Нет, скажите вы, сколько хотите? Работать 5 часов. Я минимум 3 дня 32 заработаю. 32 тысяч рублей? Это 32 000? Да, так мало. Я думал, вы хотите 250 тысяч рублей. 250 000. Хорошо, раз вы хотите за 32 тысячи рублей, то я могу не платить 250. Вы здесь? Видимо, оскорбил я его таким ценником. Ну да ладно. Следующая вакансия действительно настоящая. Генеральный директор за 300 тысяч рублей. Мне не нужно даже читать резюме. Тот случай, когда фотография работает сама по себе. То, что это генеральный директор, видно сразу. Потому что генеральный директор, он генеральный только тогда, когда даже в Новый год, напротив елочки, он не улыбается. Кид нафиг праздники, у него даже в Новый год в голове мыслит только о продуктивности компании. Сначала я подумал, что следующее резюме из категории 18+. Семейная пара, 250 тысяч рублей. Но оказалось, все нормально, чисто адекватно. Официальный брак. Есть два сына, 18 и 12 лет, без вредных привычек, чисто плодны. Они готовы, видимо, вас одарить плодами своей любви, детьми с чистейшими генами, без изъянов, чтобы вы могли построить свою армию и... И все. Опыт работы. Чистка, снега, закупка продуктов, стрижка, газона, мойка машин, мелкие. Ремонт по дому, уход за бассейном, котлами, собаками, баней, дорожками территории и т.д. Жена, уборка, глажка, стирка, готовка и т.д. Айтишники, график-дизайнеры, вот эти модные вы словечки. Вот, настоящая работа. Вы столько даже денег не получаете. Сначала я подумал, что следующее объявление странное. 500 тысяч 60 рублей. Обычно так сумму не пишут. Подработка. Неполный день. Возраст 14 лет. Дарья и Алена. Ищем подработку. Любые варианты. С вами демон и андроид. И андроид. Похуй. А потом я, похоже, догадался. Дарья хочет 500 рублей, Алена 600 рублей. Вот так вот и решили хитро уместить. Потому что, я надеюсь, не будут же они за подработку просить 500 тысяч рублей. Так, я снова сходил подстричься и вернулся, чтобы сказать вам, что мой рабочий день охончен. Веб-шпион уходит. Пойду снова отращу волосы, что ли. А то нечем заняться до следующего ролика, знаете.